Увольнение с работы – ответственный шаг, на который нас толкает множество факторов. Но сегодня мы вам расскажем историю простого водителя, который за противодействие нарушению собственных прав был незаконно уволен. Тем не менее, вместо того, чтобы это просто взять и проглотить, он решил бороться с несправедливостью и дошел до Верховного Суда, где и сумел восстановиться на работе. О том, как это было, расскажу вам далее. С вами проект Татарстан, да? Я родился и вырос в своем замечательном городе Ознакаево. И когда выложил... Ну, я же не знал, как люди относятся к борьбе, оказывается. Я бороюсь за себя в рамках закона Российской Федерации. И вот когда мне неизвестное лицо выложило, потом мне говорят, Марат, про тебя там в интернете написали. Я думаю, что же люди напишут? Как же люди отнесутся, то, что человек один... Это в истории Татарстана, наверное, такого не было, что пройдя более 70 судов, в общем, заседание это, что человек восстановился незаконно уволен, и человек восстановился обратно на то же предприятие. Что ж, приступим. Но для начала нажмите лайк и кнопочку подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить. На данный момент я работаю в Ознакальском ОТТ, ООО УКТА от спецтранспорта. Более 10 лет уже. И как так вышло, что вот начались дрязги с руководством? Почему так произошло вообще? Поначалу все же было нормально? Это получилось так со смены руководства. В 2017-2018 году пришел начальник ОТТ Махьянов, а потом поставили, или он взял к себе главным инженером Галимова. Это вот два главных ответственных лица, которые и устроили всю эту баламутию. Да, это два. Вот именно из-за них началось. Алло, Радик Ренатович? Слушаю. Здравствуйте, меня Андриан зовут. Я вам писал сегодня в WhatsApp по поводу комментария небольшого, если позволите. Я на Волнечном пока болею. Нет, я понимаю, но я же вас не отвлечаю. Хотите какие-то объяснения, чему-то получить, звоните руководству, товарищи компании. Мы написали письмо. Это вот то, где расписалось множество сотрудников? Да, множество людей расписались. Я тоже там-то расписался. Приехал Руслан Сулейманович. Мы уж думали, он вопрос решит. Нас собрали в этом зале, называется «Красный уголок» в Азнакальском. Когда я начал задавать вопросы, почему так, Руслан Сулейманович, почему так довели? Он меня сажает и говорит, я вас слушать не буду, это мои люди, вы бараны. Мои люди, это он имел в виду главного инженера. Главного инженера Галимова и начальник вот этого Макьянова. Он даже нас не стал слушать. Это я, знаете, остался... Сколько колонн было, с каждой колонны же ушли. И начали колонны, и механики его ходили. Со второй колонны только два механика же ушло. Два механики, и начали колонны ушло. Получается, Галимов со всеми так конфликтовал, что ли? На личной почве. Ну, да, конечно, неприязнен у всех был по отношению к ним. А теперь подробнее остановимся на фигурантах этого дела. О них есть что рассказать. Здесь мне нанесли на рабочем месте побои. Тот же Исхаков, инженер техники, инженер безопасности дорожного движения. Меня не выпуская с кабинета, скрутил мне руки. Это вот та фотография. Да, фотография, которую я показывал. Вот инженер по безопасности дорожного движения Исхаков. Вот безопасность дорожного движения Исхаков Ильдар. Вам тут нечего делать. Даже закрыли, чтобы никто не заходил. Также вот Исхаков на данный момент Исхаков проходит по уголовному делу, который при задержании меня по коапу подходит 6.11 и уголовное дело. Он, который мне руки крутил в кабинете. Потом это попало в сети интернет. Мессенджер ватсап. И также это фотографии. Под этой фотографии меня оскорбляет, как я понял, инженер Галимов. А знаете, почему ты на своем бренку развиваешь? Потому что мне некоторые сказали, что у нее традиционная сексуальная ориентация. А, ну-ну. Что необходимо делать, если вообще руководители допускают в адрес работника оскорбления и всяческие переходы на личности во время работы или после нее? Вот такие вот отношения неформальные. Ну, опять же. Дело в том, что необходимо знать, что прокуратура имеет право возбудить административную производство по всем основаниям, которые имеют место быть в кодексе. Сейчас давайте попробуем как раз пообщаться. Здравствуйте. Нам откроют? А почему мы просто хотели взять у вас комментарий небольшой? Не хотите? Хорошо, понятно. Хочу рассказать про Ознакайскую прокуратуру, которая во время моего обращения до увольнения и обращаться к ним, что работодатель в лице Галимова и Махьянова нарушает мои трудовые права, а также законодательство Российской Федерации. В 2020 году, в мае, меня незаконно уволили под поддельными документами, актами, под приказами, что я неоднократно не выполнял своих трудовых обязанностей. Там несколько было приказов в основу легло и также стажировка. Стажировка полностью была подделана инженер-техническими работниками. Он, значит, не подчиняется. Это нам на руку. Составьте акт, что он не дает стажировочный лист начальник Коломны. Вы проведите мне стажировку сперва. Он не, он... Это нам на руку. Мы судья... Товарищ Галимов, проведите мне стажировку. Не подчиняется начальник Коломны. Все, давайте отставлять. Не дает, не дает. Для уточнения. Стажировочный лист это лист о прохождении стажировки водителей для их адаптации к новым условиям, для закрепления ранее полученных знаний и так далее. Вот как выглядит стажировочный лист нашего героя. А вот он же с позиции руководства. При этом Марат приходил на работу, о чем свидетельствует прохождение медосмотра. А стажировочный лист никто не заполнял и занятия не проводились. И еще нюанс. На момент съемки видео 27 марта, когда у Марата был пустой стажировочный лист, у руководства не было никакого. Однако на суде они продемонстрировали его заполненный вариант. Правда, без печати и подписи врача. Человека незаконно уволили с работы по мнимым каким-либо причинам. Что нужно делать работнику в этом случае, на ваш взгляд? Нам, типа, необходимо обратиться в суд, потому что именно суд будет рассматривать этот спор во всех аспектах со всеми обстоятельствами по делу. И, в учетом мнения органа прокуратуры, просто инспекции и, естественно, мнения самого работника. Но, без тем, как обратиться в суд, естественно, необходимо найти хорошего специалиста. Путь Марата к правде оказался весьма тернистым. Казалось, он перепробовал все. Вы обратились в городской суд по поводу того, что вас незаконно уволили с работы. Этот суд постановил, что никакого незаконного не было. Все законно, организация все верно сделала. Да, все законно. После этого вы обращаетесь уже в Верховный суд республики, в Казани. Тот суд что постановляет? Они все дам мельчайшие подробности, все возражения и наши, и эти изучают и законные решения выносят, где в законном решении меня обратно восстанавливают на рабочем месте и выплаты компенсаций. В Российской Федерации работают законы. Это неправда, что люди говорят законы не работают, правды нету. Правду надо искать, за правду надо бороться. Марат вот уже несколько месяцев после восстановления работает в той же организации и с теми же руководителями, что и прежде. И по его словам нападки и придирки в его сторону продолжаются. На данный момент он уже получил 4 выговора за отказ выйти в рейс на технике. Но по словам Марата он отказывается потому что техника неисправна. Это исправный автомобиль? Да? Исправный автомобиль? Схайков? Вот тоже состояние вчерашнего автомобиля. Что ж, друзья, надеемся, что главная организация ТАГРАС, которая сейчас находится за моей спиной, заинтересуется этим делом и расставит все точки над И. Более того, порядок в Ознакаевском УТТ будет восстановлен. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии под этим видео с ответом на вопрос пытались ли вас уволить на вашей работе и как вы с этим боролись. Все-таки, если работник знает свои права, он не даст себя эксплуатировать. С вами проект Татарстан, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok